Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии. Я, её ведущий, Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Как обычно, звоните нам по телефону 969-2211. Наши электронные адреса в интернете www.nostalgia.tv.ru либо www.rusmer.tv.com для тех, кто смотрит нас в Америке. Первое стихотворение мой сегодняшний гость написал в 7 лет, если не ошибаюсь, и посвятил его маме. Наверное, с той поры главной темой его литературного творчества стала любовь к женщине. Чтобы порадовать свою бабушку, он окончил с отличием литературный институт. Был одним из создателей Ордена Куртуазных Маньеристов и его великим магистром. Писал стихи к песням многих отечественных звезд и групп. Среди которых Браво, Нана, Тату, по-моему, даже. Не имея музыкального образования, он уже много лет является вокалистом и лидером одной из самых скандально известных рок-групп. Итак, с удовольствием вам представляю. Сегодня в гостях у меня Вадим Степанцов и группа «Бахет Компот». «Бахет Компот» Я школу закончил, пошел вы с деду И стал гамцомольцем, активным я тут Наркотики, девки, вино, рок-н-ролл Все это для нас был тогда комсомол Возглавила наш курсовой комитет Девчонка из Риги, семнадцати лет За общий досуг я ответственным был И все дискотеки я с ней проводил Лола, королева рок-н-ролла Для тебя проблем и пола не существовала Лола, дочь матышки монгола Комитет комсомола весело бывала От новых проблем задохнулась страна И нету веселья теперь ни хрена Но в сердце живут с той далекой поры Любовь комсомол и ансамбль песняры Лола, королева рок-н-ролла Для тебя проблем и пола не существовала О-о-о, Лола, дочь матышки монгола Комитет комсомола весело бывала Лола, королева рок-н-ролла Для тебя проблем и пола не существовала Лола, дочь матышки монгола Комитет комсомола весело бывала Браво. Привет, Владимир. Приветствую вас, Владимир. Приветствую все, кто нас смотрит. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста, напротив меня, чтобы я видел вас еще лучше и задавал вам самые разные вопросы в течение нашего прямого эфира. С красивой песней начали. Спасибо вам за это тоже. Спасибо за комплименты. Девушке она посвящена, разумеется, да? Да. Ну, как видно из словесного ряда, она была не просто так девчонка, а еще такой помесь очень интересный. С одной стороны, монголы, наши друзья постарались, с другой стороны, латыши, наши вчерашние братья. Ну, и теперь, я надеюсь, они в какой-то мере ими остались. Во всяком случае, то, что сейчас происходит в республиках Прибалтики, когда приезжают русские туристы, вот, как-то радуют, как-то радуют. Все успокоились, разошлись по своим квартирам. Я сразу про другую помесь подумал и вспомнил название группы, да, Бахыт Кампот. Легенд, история гласит, да, что это все создавалось на берегу красивого озера в Казахстане, где сидели вы с другом, размышляли о чем-то и подумали однажды. Не создать ли нам группу, а лучше музыкальную группу, и не назвать ли ее нам Бахыт Кампот. Кампот, да. Так и было. Так и было трогательно, на самом деле. На самом деле, вы очень все это поэтично описали, а как-то было более дурашливо. Мы с моим другом, поэтом Константином Григорьевым, дурачились и писали и пели для местных девушек песни. И мой тогдашний голос... Для местных, для казахских девушек? В Казахстане или где-то было? Ну, там смешанное население в Казахстане, в частности, в этом городке Балхаш. Там и немцы жили, и славяне, и казахи. Вот, всякой твари по паре. И вот мы для девушек пели-пели и поняли, что девушкам наш опиньон нравится. Когда вернулись в Москву, оказалось, что и здесь людям тоже как-то весело и радостно от наших песен. И это был год 89-90-й. Тогда на Арбате как-то все клубилось и дышало, и было много чего интересного. Ну, собственно, мы с Арбата и начинали. То есть вы там тоже поклубились и подышали там тоже, да? Ну, в общем, да. Сколько лет? Ну, два года. Пока еще рубль был тверд, и у людей были деньги, мы там прилично зарабатывали. То есть много твердого, крепкого рубля попадало в эту шапку, да, тогда, по тем временам? Потом, когда настала инфляция, да, то есть, и настали времена уже андеграунда, и начало клубной жизни какой-то, когда группе платили. Ну, так, гонорары были очень условные. Ящик пива, два бутерброда. Две бутылки водки, один бутерброд. Приходилось бюджетом все время осваивать как-то. Осваивать. Досваивались до того, что троих из нас послали в Америку лечиться от алкоголизма. Там добрые американские дядюшки из Аэй. Это там общество анонимных алкоголиков? Анонимных алкоголиков, да. Вы там тоже побывали? Я там тоже, да, побывал в этой разверстке. И некоторые из наших известных рокеров побывали там дважды. Вот Юрий Юлианович, с которого ваша программа начинается. Первый раз он, значит, там подлечился, а в самолете забыл, где он был, зачем. Вот, а то Юран, ебанное. И он как-то сразу. Вот, второй раз, говорят, продержался недели три по прилете из США. Ну, вас-то вылечили в один войне. Ну, я продержался шесть лет в абсолютно сухом состоянии. За что моим американским благодетелям спасибо. Госдепы США спасибо. Вот, ну, без шуток, если, то это был отличный такой экспириенс для меня. Я так как-то на свою жизнь посмотрел под другим углом. Вот, и понял, что группа, которая получает две бутылки водки за концерт, должна получать, по крайней мере, ящик водки. С этого и пошла коммерческая история. То есть, вот это никакие не шутки, что за еду тоже работали, да? Ну, какие времена были, вы же помните, наши зрители помнят. Именно так и было. То есть, очень многие группы, которые не успели впрыгнуть в перестроечный паровоз, как то, там, Алиса, Браво, еще какие-то были такие богатенькие буратины уже на тот момент, вот, которые начинали там на стыке девяностых. Вот так и работали. Что еще происходило в жизни Вадима Степанцова прямо сейчас в визитной карточке? Слушаем. Вадим Степанцов родился в 60-м году в Туле. Окончил три курса Московского технологического института мясной и молочной промышленности и литературный институт имени Горького с отличием. Публиковался в отечественной и зарубежной прессе. Член Союза писателей России. Великий магистр и основатель Ордена куртуазных маньеристов. Создатель и бессменный солист вандал-рок группы «Бахыт Кампот». Автор многих текстов песен других исполнителей, в том числе групп «Браво», «Нана» и «Тату». Первыми хитами группы «Бахыт Кампот» стали «Девушка по имени Бибигуль», «Анархистка» и «Пьяная, помятая пионервожатая». В 91-м году вышел альбом «Кисло», затем появился второй альбом «Охота на самку человека» и телефильм «За брызгами алмазных строй» с Вадимом в одной из ролей. В 94-м году он сыграл роль второго плана в фильме «Музыка для декабря». В 96-м году получил премию «Овация» в категории «Поэт-песенник». Тогда же вышел альбом «Раздень меня по телефону», а следом родился проект «Урки правят миром». Затем последовало еще несколько альбомов. Группа продолжает успешно выступать с концертами. Ну, то, что группа продолжает успешно выступать, вы можете быть свидетелями тому уже сегодня в прямом и живом эфире 969-2211. Это наш телефон, абсолютно живой звук и, по сути дела, концерт такой в небольшом сжатом формате мы сегодня нашим зрителям представим. Я надеюсь, все запланированные семь песен прозвучат, да еще какие-то есть песни в видеоверсии. Но вначале есть традиция, Вадим. Я прошу своих гостей адресовать зрителям какой-нибудь вопрос. О чем-то спросить всех, кто нас сейчас смотрит, желательно ностальгическому. Ну, если касаться ностальгии по СССР, то я хотел бы задать вопрос такой. Как вы думаете, чего не хватает современным детям из того, что было у нас в те далекие, доперестроечные? Серьезный вопрос от Вадима Степанцова, только что прозвучал. Чего не хватает нашим с вами детям сегодня из того, что было у нас у детей тогда в СССР? 969-2211. Ну, из песни давайте тогда, что ли, ностальгическая тоже для группы «Бахыт Кампут». Да и для вас, дорогие друзья, мы сейчас начнем наши видеофрагменты. Бибигуль. Пожалуй, можно сократить, Вадим, если вы не возразаете. В общем, голос морала ревущего во время случки. Зато какое шоу, не то что сейчас, надели черные краги, глаза закрыли, вот когда были времена. А это принципиально, да, что глаза позакрыли члены вашей команды, Вадим? Ну, они считают, что они у них слишком разные. Может быть, представим тех, кто находится рядом с студией сегодня с вами? С удовольствием, здесь сидит рядом со мной клавишная группа Дмитрий Талашов, настоящая фамилия Талаши, он немножко у нас цыган. Вот, Сергей Максумбаев, который стесняется почему-то разреза своих глаз, ну ладно. Вот, Олег Сафонов. Тоже стесняется разреза? Да, ну, в общем, да, сейчас в Москве моднее быть гастарбайтером, поэтому стесняется. И Артем Асланов, который не стесняется ничего, потому что он красивый. Артем красивый, самый смелый, к тому же, он без очков, но и мы с вами самые зрячие здесь, и Артем тоже. И Алексей, я надеюсь, из Москвы, который нам дозвонился первым. Алексей, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А я хотел спросить, вот я из литературной карточки услышал, что магистр чего-то и основатель. Магистр чего-то? Поподробнее можно об этом немножко? Ну, поподробнее это в Википедию. А если в двух словах, то по окончании Литературного института в 88-м году я решил собрать такое литературное сообщество, Орден Куртуазных Манеристов. То есть тогда, если помните, в литературе и в журналистике, в частности, угарно-очернительский перестроечный такой раж был. Значит, весь мир насилием и разрушен до основания. И мне как-то захотелось в своих литературных опысках отойти от этого в сторону и привлечь к себе своих друзей и людей, которые к этому тоже имели тенденцию. Собственно, эксперимент получился, и таким образом был основан Орден Куртуазных Манеристов. Довольно много было у нас публикаций по тем временам. И вот фильм «Забрызгами алмазных строек», о котором Владимир упоминал, он тоже на этой волне поднялся. До сих пор культура, по-моему, его еще крутит. То есть, а их расшифровывать, чтобы понятно было, Куртуазный, это рыцарский, да? Ну, да, но второе значение слова «куртуазный», если вспоминать корень, да, корень – это «кёр», «корт». Корт во французском и романском языках, провансальском языках, означал не только двор сеньора какого-то, а еще и сердце. То есть, чувственный, да, не только учтивый, но и чувственный. Маньерист – это, естественно, человек, который знает, что такое вкус, манера и умеет виртуозно сочинять стихи. Кстати, полотна, да, ну мы по стихам больше. Ну, а орден – орден, ну это орден, это порядок, это строй, это сообщество, это рыцарский орден. Кстати говоря, орден Куртуазных маньеристов был не первым. В России первым основали Есенин и Мариенгоф ордены мажинистов в 1918 году. Вы были вторым этим, да? Ну, мы, скажем так, кто-то сказал «полгиат», мы говорим «традиция». Вот, мы подхватили перчатку, брошенную нам из тех грозовых лет. Вот так вот. А если переводить это на сугубо русский, я однажды задумывался, когда послушал Владимира Вольфовича давным-давно, значит, он все время хочет как-то это самое перевести все на русский язык со славянскими корнями. Я подумал, как же это будет звучать по-русски? И понял, что по-русски это звучит «строй чувственных кривляк». О как! Здорово! «Строй чувственных кривляк, которые в этот мир пришли, чтобы видеть солнце». Правильно я говорю? Точно. Точно, да? Ваше движение, ваш слоган, наверное, можно взять на вооружение стихии Бальмонта. Обязательно, потому что самая большая проблема, с которой мы столкнулись, когда пытались расширить это движение, что очень много пиитов в России, которые изящно рифмуют, знают, что такое Катраэн, Терцетан, Джамбиван и прочие пиитические термины. Да, вот все в порядке с техникой, но нет вот какого-то такого видения жизни близкого нам, то есть игривости маркизской нету. Да, умение радоваться жизни, каждой ее капли, каждому проявлению. Либо наоборот, вот есть люди такие, игруные, все такое, а вот с рифмами беда. Ну, собственно, тем не менее, Орден просуществовал порядка 20 лет, и слава Богу, что мы внесли свою лепту в российскую словесность. Да, ну и позитива много достаточно внесли, и солнце действительно чувствовалось во всей деятельности Ордена. Только не пойму, за что Бродского-то не любит, Вадим? Ну, за то, что вот он как раз не любит жизнь, да, так сказать, во всяком случае, таким представляется мир в его стихах. Может быть, он жизнь-то любил, я думаю, что наверняка любил, и был сластолюбцем почище всех куртуазных манеристов вместе взятых. Но вот почему-то вот этот вот тренд, да, что значит, все погибло, завтра апокалипсис, вот это мне чуждо. Хотя Бродский великий поэт, что там говорить. Я недавно общался еще с одним поэтом, может быть, он менее велик, чем Бродский, но тоже куртуазный манерист. Фрагмент из этого интервью предлагаю вам увидеть прямо сейчас. Я знаю, кто это. Это было, братцы, 20 лет назад я был в Ордене куртуазных манеристов. Я забыл об этом думать. Я дружу по-прежнему со всем Орденом, но я вышел из него в 90-м году, понимаете? А все еще вот быков куртуазный манерист. Никакого отношения я не имею к куртуазному манеристу. Это было славное такое детское развлечение. Вот в 11 сентября я буду опять выступать, если Бог даст, все будет нормально, с моими друзьями из Ордена. Но читать я буду совершенно не куртуазные стихи, и ничего оттуда я вспоминать не буду, потому что мне хочется скорее отклеить с себя этот прекрасный ароматный ярлык. В 87-м это было еще до Ордена. В Орден я вступил еще в армию в 88-м году, когда Вадим Степанцов приехал выступать в Питер, а я под Питером служил, и я был на этом его выступлении. То есть основатель Ордена приобщил к себе, да? Приобщил, да. Я, можно сказать, воспринял непосредственно Степанцову эту благодать. Но как-то я ближе всего дружу с Костей Григорьевым и Андреем Добрыниным. Вот двумя такими, значит, насколько я помню, Добрынин, великий приор Ордена, а кто-то, кто Григорьев, я уже и не помню, честно говоря. Это вся иерархия давно забыта. Но мы дружим до сих пор и часто встречаемся. Я их знаю много, я помню, как в Артеке, я тоже ныне уже утраченным, к сожалению, я пел пьяную помятую пионер-вожатую, и дети просто были в экстазе. Ну не все наши зрители знают о куртуазных манеристах. Может быть, вкратце напомним, как это раздалось? Это родилось в 88-м году, когда Юрий Юрченко, однокурсник Степанцова по ЛИТ-институту, придумал, значит, группу «Картузных реалистов». Таких вот, это такая попытка разночинной литературы 80-х годов. А Степанцов ему сказал, а мы тогда придумаем, может быть, куртуазных манеристов. И мы не будем вообще трогать социальных проблем, а только любовь и девушки красивые, что и было исполнено. Рожденный ВСР Вадим Степанцов, да не один, а вместе с командой «Бах и компот» сегодня у нас в гостях в прямом эфире. Вот такая версия у Димы есть, своя, да, немножечко? Он немножко подзабыл факты, но, в общем, все правильно. Мы заговорились, мне кажется, да? Надо бы, я думаю, вспомнить что-нибудь из такого, что напомнило бы об эпохе, когда Быков был молодым и красивым. Давайте. Луны ущербный лик встает из-за холмов. В лесу, продрогший фаун, играет на сопелке. Упившийся в соплю, бухгалтер Иванов придет сквозь лес к своей летающей тарелке. Он не бухгалтер, нет, он чужезвездный гость, Застрявший навсегда среди российских весей. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось Серьезно владевать, нужнейший из профессий. В колхозе путь зари, нет мужика важней. В колхозе у него участок и домина. Машина, жигули, курятник, шесть свиней, Жена, ветеринар и прочая скотина. Чего еще желать? Казалось бы, живи, работай, веселись, Культурно развивайся, читай Декамерон, Смотри цветной ТВ, От того к драмтеатр на выходной смотайся. Но нет, грызет тоска инопланетный ум, Обилие скота не радует, не греет. Искусство и ТВ не возбуждают дух, Угалтер Иванов пьет водку и звереет. Как волк голодный он, полночный небосвод, Беряет иногда тоскливые гляделки. И, принявши стакан, потом другой идет, Запрятанный в лесу летающей тарелке. Укрытые от глаз ветвями и землей Останки корабля покоятся во враге. Куда упал со звезд когда-то наш герой, Сломав грибет своей космической коняги. И плачет Иванов, и воет, и рычит, Иная сапогом проклятую планету. И, глядя на него, вселенная молчит. Лишь одинокий фавн играет тихо где-то. Играет музыка. Хорошая песня. Не профессия хорошая у парня. Бухгалтер, да? Бухгалтер Иванов. Я, кстати, слышал, где ты или читал в интервью в каком-то вашем, что вы, по-моему, единственная человек в команде, Которая музыкой зарабатывает, А остальные все при деле нормально. Да? Ну, скажем так, я зарабатываю не музыкой, Просто поскольку я ветеран в этой группе, Мои паи здесь больше. Но, с другой стороны, мне очень нравится, Что каждый из ребят находит себя еще где-то. Там кто-то играет в других командах, Кто-то трудится поваром, Как, например, наш дирижер Олег Сафонов. Да, вот неплохой повар, переработал в куче. 20 лет назад поваром. Ну, ничего, зато в хороших ресторанах. Зато вы сытые все, я думаю, в команде, да? Да мы и так сытые, в общем-то. Ну, я бы тоже, наверное, подрабатывал где-нибудь там санитаром. Вот, но, ну, лениво, годы уже не те, носилки таскать. А, кстати, Вадим, вначале вам вопрос небольшой задал, Но достаточно серьезный. Сейчас титрами я прошу дать этот вопрос, чтобы напомнить. 9-6-9-2-2-1-1 по поводу того, чего не хватает нынешним детям, На ваш взгляд, из того, что было у нас. Может быть, есть своя какая-то версия, отвечая на этот вопрос, Вадим? Коротко, если чего не хватает современной молодежи. Мне кажется, что современные дети не имеют тех пионерских лагерей, Которые были у нас. Ну, те оздоровительные все дела, которые являются традицией, Это все не то. Я не знаю, нет, наверное, той какой-то романтики, И, может быть, где-то, так сказать, дедовщины по углу. Наверное, танцы, шмансы, обжимансы на дискотеках лагерных имеются. Но вот того веселья и задора, и беспечности, Когда ребенок, ребенок не боясь, мог уйти из лагеря За 5 километров в деревню, за бутылкой портвейна, И вернуться назад, и не быть пойманным каким-нибудь злым человеком. Вот такого времени, да, наверное, уже не будет. Никто сейчас уже не видит пьяную, помятую, пионервожатую, да? Жалко. Без галстука, если бы. Без галстука. Лариса из Москвы. Лариса, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим, у меня вот стоит на полке избранная проза Ордена Куртуарных Манеристов. Редкая книга. Там все, кроме Пеленегра и Бордадыма покойного, извиняюсь. Вот я хотела сказать, что действительно дети лишены ощущения детства Во всех его проявлениях. Например, мой сын жил в шалаше на дереве, Когда уезжал в пионерский лагерь. То есть такая была вольница, несмотря на строгий режим и все дела. Я хотела сказать, что вы являетесь моим любимцем. И я очень жалею, что Дима Быков ввязался в эту политику. Как кончают поэты, которые связываются с политиками, вы знаете. В том числе и покойник Саша Бордадым, и Игорь Тальков, и все остальные. Я желаю вам удачи, потому что вы являетесь выразительным временем. Не верлимором же писать про нынешних уродов наших властителей. Спасибо, спасибо, спасибо. Я понял все намеки, которые зрительница сделала. Спасибо вам большое. Действительно, Орден понес разные потери. Иных уж нет, а те далече. Что касается Быкова, я с большим интересом, на самом деле, слежу за проектом «Гражданин поэт». Но больше нахожу там мусора, чем поэтических откровений. Но, тем не менее, они случаются. И дай бог там здоровья всем тем, кто таким образом приобщается к поэзии. Потому что внятная поэзия, она большая редкость в наши дни. Все какими-то экивоками, околонамеками пытаются писать. И стихи, и песни. Вот этот мутняк меня раздражает очень сильно. Сейчас телезрительница попыталась ответить еще на ваш вопрос, насколько я понял. Там что-то про детей прозвучало. Ну, про детей, да, действительно, такого детства уже не будет. Жалко, что портвейного только не вспомнили, как это сделал Вадим Степанцов некоторое время назад. Действительно, наши дети сейчас уже бегают за другими напитками. Впрочем, в вашей-то бытности детской, по-моему, тоже был не портвейн. А самогоночка на кладбище, если я правильно помню. Совершенно верно, да. Но с пятого класса меня старшие братья моих одноклассников приобщили к самогону. У нас в городке каждый второй гнал самогон. Вот наша семья была интеллигентная, инженеры, да, и некогда им было гнать там все. А вот ребята попроще, там у них бывшие шахтеры, родители. Вот у них вот это вот, у каждого аппарат. И так вот как-то в гаголической жизни приучали, так, хошь не хошь, а люби. Ты прямо с детства, да? Ну, вот ты идешь по улице, например, там, сырым осенним днем. И останавливает нашу компанию пятиклассников, там, детина, такой, о, вабан, друзья твои, что ли? Они самогонку-то пьют. А признаться, что не пьешь, трудно же. Западло. Да, 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 и все, и пошло. Ну, конечно, я не за такое детство, но тем не менее, что было. А кладбище-то тут при чем? Ну, кладбище, это весна, это же какие-то отголоски языческих традиций, которых мы не понимали, но, видимо, тянули. идешь на кладбище в родительскую субботу или что-то там перед Пасхой. А на могилке каждый человек ставит своим родственникам вот это вот языческое приношение куличек или самогоночку, водочку. Мы, значит, кулички и яйца собираем, а водочку самогоночку в отдельную баночку сливаем. Так что отсюда, может быть, родилась одна из лучших наших песен про кладбищенскую клубнику. Но такое, да, и такое было детство. Я жалею городских детей, детей мегаполисов, у которых этого не было. Но вот у нас, по-моему, песня к сожалению, не запланирована про кладбищенскую клубнику. Другая запланирована, которую я очень хочу услышать. Когда я ее впервые услышал в исполнении группы Браво. Это вы потом запели или сначала пели вы? Нет-нет, это запела группа Браво, но текст изначально был написан просто просто так. И когда я Жене Хафтану показал в 82-м году, он нашарашил вот такую песню, только попросил меня кое-какие колки и выражения оттуда убрать. Например, молотит солнцем, как кастетом, по нашим буйным головам. Ну, пришлось. Но теперь, кстати, Браво поет этот текст в его первоначальной... То есть первоисточник поет, да? Первоначальная субстанция, да, мне Женя недавно признался, да. Теперь поем так. Михаил из Москвы Какое? Отрышка. Отрышка, да, в Отрадном, да-да. Один из первых рок-клубов. Да-да-да-да-да. И такого замечательного человека, Лелик там был, отличный парень, к сожалению, он погиб. Вот. Но, в принципе, я вот сейчас лежу, болею, случайно вот канал «Ностальгия», и мне очень приятно увидеть Вадима. В свое время мы в Отрышке, кстати, довольно тесно общались, на концерты я ваше ходил. Вот. И просто очень приятно. Спасибо. Спасибо. За охотничество. Спасибо и вам, что дожили до наших дней. Вообще, я желаю всем, всем людям, как это Паниковский говорил, людям из раннего времени здоровья и долголетия. Поговорим про отрыжку, но давайте послушаем короля, да, короля оранжевого лета. Это, собственно, мой первый песенный опыт. Угу. Выходит утром на балкон Король оранжевое лето Включает свой магнитофон И целый день поет куплеты Он дарит девушкам цветы Он дарит солнце и улыбку Он фрукты всем пихает в рты И заставляет пить напитки Король оранжевое лето Золотоглазный хулиган Молотит солнцем, как кастетов По нашим буйным головам В своем зеленом сюртуке И парусиновых кроссовках С горой подарков в рюкзаке Он первый гость на всем тусовках Все твари трепета полны Озорничают веселяться А ночью радужные сны С небес спускаются и снятся Король оранжевое лето Золотоглазный хулиган Молотит солнцем, как кастетов По нашим буйным головам Король оранжевое лето Голубоглазый мальчуган Фонтаны ультрафиолетов Включают в небе по утрам Король оранжевое лето Золотоглазный хулиган Молотит солнцем, как кастетов По нашим буйным головам Браво! Теперь мы знаем, какой был первый, да, вы говорите, певческий опыт Совершенно верно Я немножко передернул Я его написал в 82-м, кажется, году А Хафтан получил из Майкрук Когда я уже учился в летоинституте Да, это был 84-й А, он от студента еще получил летоинститут Ну, да, да, да От того самого отличника Ну, да, да, да Яркого отличника Если про стеляк говорить, то песня про стеляк, по сути, да? Совершенно верно Ну, во всяком случае, не знаю, как у них там в Мите Где браво возрастало А у нас в летоинституте, который очень маленький 200 человек на дневном отделении Я был самый яркий и модный персонаж Я, по-моему, куда-то в какие-то дали в Волоколандск Ездил специально, чтобы купить леопардовую ткань Вот, и сшить из нее леопардовые штаны У меня в ухах кольца были Вообще такого на Тверском не видали, конечно То есть не только на Тверском, я думаю, в летоинституте Не каждый так мог себе позволить хаживать Ну, в летоинституте публика была несколько постарше, чем сейчас Публика была такая взрослая уже В строгих костюмах приходила После заводов, армии В леопардовых штанах А рядом дядьки в строгих костюмах, да, Серый? Ну, в строгих костюмах не знаю Нет, ну, в какие-то такие мешковатые, пыльными мешками А, ну да, это же писатель Ударенные, да, ребятки, да С каши в бороде Понятно Мне кажется, они в душе все равно гордились И радовались В душе-то они нежные и пушистые Как Дмитрий Львович Быков Вот его вот все видят вот таким одуванчиком Да и я тоже уже, конечно, раздался А он, я помню, когда он службу во флоте кончил Дембельнулся Он был такой худенький Востроглазый такой, востроносый Симпатичный до нельзя морячок Вот просто если бы девки нынешние Почитательницы его видели тогдашнего Ох, спасения бы не было никому Если про Литинститут говорить Не все знают эту историю Но меня очень умилительно Она показалась По поводу автора гимна нашего советского Сергея Владимировича Михалкова Угораздило же его взяться за ваши дипломы в свое время, да? Совершенно верно Он был назначен в первый раз в своей жизни И последний Председателем экзаменационной комиссии Литинститута Это был 88-й год И, в общем-то, в других творческих союзах Перестройка уже бушевала А вот наше литературное болото Оно как-то еще не очень А Михалков-то вообще генерал По-моему, его как-то не отдуплил Что там Горбачев, перестройка какая-то Вот его, видимо, все душевные силы Были положены на то, чтобы Отмазаться перед властью Что его сын предатель и фашист Ну, вот в Америке, да, там известная история Вот, и поэтому всех остальных фашистов Ну, типа меня Он должен был в бараний рог крутить И когда он прочел мой диплом А диплом, это проект книжки Назывался на минуточку «Убей меня, красотка, на заре» Вот представляете, да, такой литературный генерал Такой старый, песок сыпется И он берет один диплом в руки «Березоньки вы мои русские» Ну, что-то понятно «Орел мой над Кавказом» Ну, все, вот этот «Убей меня, красотка, на заре» У него микросхемы посыпались, конечно Я это представляю Вот, но тем не менее Было три неприятных недели Я был на грани Ну, уважали человека Чижика надо было принести в жертву медведю На воеводстве Но не принесли Спасибо всем моим преподавателям И Льву Ивановичу Ашанину в частности Автору отличная, кстати, песня «Эй, дороги, пыль до туман» Ее мы петь не будем Вообще поете, да, эту песню? Ну, да, да Это моя любимая песня Посвященная войне, да Игорь из Екатеринбурга давно ждет Игорь, здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер, Вадим Добрый вечер, слушаю вас Добрый вечер, Вадим Я бы хотел узнать Я слушал, что Антонов, Юрий, мне Какая-то тема была, что он ваш папа был И что это вообще было Долгое время я паразитировал на этой теме Спасибо за вопрос То есть было время Когда я был так же розовощок и пригож Как сейчас А мой папа номинальный Юрий Антонов Я Юрьевич по отчеству Вот, поэтому это тоже как-то играло на руку Вот, он был еще не такой гриб Вот, переросток, как сейчас Да, тоже ничего еще такой был Щекастый и розовый И вот, в какой-то момент Я заметил, что нет такого городка Или улицы, где бы меня девушки не спрашивали А вы не родственник? Ой, вы так на Антонова похожи Да это, ну, конечно Я... Вот, с паспорта сделаю Вадим Юрьевич, а фамилия Понимаете, это история такая Вот он, маму мою воспользовался Ее беззащитность и неопытность И так далее Ну и гнал, гнал, так сказать До победы Так что я очень многим обязан Юрию Михайловичу Антонову Да, я не знал эту историю А кто-то помнит до сих пор судеб Потому что вы спрашиваете сейчас Бесконечно влюбленный Вадим Степанцов Сегодня у нас в гостях В прямом эфире Звоните, а мы пока поем, да? Ну, хоша, мы и не Антоновы Но... Но влюблены бесконечно Бесконечно влюбленный Бесконечную женственность Бесконечно влюбленный И опять забываю Как вести себя надо мне Потому что влюбляемся мы Словно в единственный раз И снова солнце для тебя восходит над землей И снова губы в губы тихо шепчет ангел мой Скажи, моя ли в том длина, что ты у меня одна Посидевшей душе моей не осталось тщеславия Корруппирован ум арифметикой мелких забот И зеленое море, накрывших страну нефтедолларов Под крылом самолета о чем-то угрюмо поет Молодые князья отреклевшего старого мира Постареют когда-нибудь и с тоской оглянутся назад Им сияют из прошлого бриллианты, рубины и сапфиры Ну а кто б удачливей, те любимые вспомнят глаза И снова солнце для тебя восходит над землей И снова губы в губы тихо шепчет ангел мой Моя небесная жена И снова губы в губы тихо шепчет ангел мой Ты у меня одна Браво! Звучит музыка Звучит музыка Браво! Звучит музыка Здорово! Спасибо! Очень красивая песня Я думаю, что Юрий Антонов мог бы позавидовать этой песне Я думаю, он бы гордился, если бы признал меня своим сыном Конечно! А следующая песня, судя по названию, тоже посвящена ее величестве женщине Самые лучшие телки называют цепи Но она чуть позже прозвучит А пока что мы послушаем Владимира из Москвы Владимир, здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Здрасте! Ну вот, на ваш вопрос я отвечу, наверное, очень банально Современным детям им не хватает книг нормального чтения Вот, у них все больше компьютеров, они какие-то такие роботизированные, скажем так А вопрос у меня к Владимирову такой Вот, затрагивали эту тему, политика и поэзия, но тем не менее, вот как он относится к творчеству Васи Обломова? Спасибо! Спасибо! Ну, с большим восторгом я принял его трек, которым он прославился, про Магадан Вот, ну, это действительно было откровение, которого я не испытывал, наверное, со времен выхода «Мата без электричества» Сергея Шнурова Вот, потом как-то, значит, этот самый Ленинград стал Ленинградом Вот, и чего-то вот такого свежего не появлялось, да, острого Ну, я рад, что появляются такие ребята, конечно, очень рад В свое время, мне кажется, поклонники группы «Бахетс Компот» тоже с большим восторгом приняли песню, которую мы услышим сейчас в видео-версии с вами, дорогие друзья Давайте слушать Я думаю, не читаю Браво, спасибо! На самом деле, эту песню мы недавно возродили в коллективе, и за напоминание огромное спасибо Ну, розовый желез в жизни счастья нет, говорите, да? Основал свой ансамбль, стал звездой рок-н-ролла, стало денег как грязь, а счастья все нет Про вас, Вадим? Это поэтическое кокетство Все-таки кокетство поэтическое Поэты, они такие кокетки, особенно любят прикидываться старичками, даже если им 18 лет от роду, такими умудренными такими, осыпающимися пердунами Ребята, успейте, успейте Так тут про вас речь идет, подождите, вы сейчас про кого, про каких ребят? Я про поэтов, я как бы пользуюсь случаем У вас-то есть счастье? Налички все в порядке? На личной жизни я имею, да все хорошо? Ну, все отлично, у меня... Девушка постоянно Я семейный человек, у меня две семьи, знаете Две семьи? Это серьезно, да Хватает вас на две семьи? Ну, друзья помогают В каком смысле? Во всех Мы же живем в эпоху толерантности Ага Главное, чтобы люди любили друг друга Да, вот это вот Все мещанство, с которым боролась революционерка Калантай И Владимир Маяковский, это давайте по боку Мы живем в эпоху Ютуба Что касается дочки, часто с ней видитесь? Часто Да? Часто, да Действительно, дети стали, как сказал телезритель, меньше читать нынче? Ну, скажем так На примере собственной дочери можно об этом говорить? Сейчас, да С тех пор, как у нее появился комп, она стала читать меньше Но, тем не менее, она читает, в отличии, наверное, от многих сверстников Но она читает не те книги, которые я ей подсовываю Но, тем не менее, у нее есть любимые какие-то сериалы И дай бог, чтобы страсть к чтению у нее не пропала А диск с собственным творчеством не подсовываете ей? Она все уже давно нашла в контактах Что подсовывать? Я так, наоборот, старался оградить Нет, что там, что уже? Микаэл из Баку Микаэл, здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Здрасте Добрый вечер, Владимир Привет, Михаил Добрый вечер Привет из Баку, что я хоть не могу, но могу позвонить Вы напомните, я с вами увиделся в колбе времени Я вам звонил, когда вы там были ведущим Конечно, Михаил, как же вас забыть возможно? Задавайте вопрос Я просто хочу сказать, что я не знал ничего про вашу группу Пока не увидел вас в колбе времени И вот эти три дня, пока я увидел, что вы будете выступать в программе Я слушал вашу музыку в интернете На сайте одночасников Мне очень понравилось Спасибо, у вас хорошая стихия Очень все так прикольно, оригинально И откровенно, самое главное Спасибо, спасибо Если будете в Баку когда-нибудь с косолями То меня найдите, позвоните И мы с вами встретимся И мы их позитивно хорошенечко разметим Договорились Спасибо Спасибо вам большое за звонок Что поем сейчас, Вадим? Все-таки самые лучшие телки Давайте Все-таки старое вспоминать хорошо А хочется что-то Что-то из сегодняшнего Самые лучшие телки приходят с гарнирами Самые лучшие парни приходят одни Скопом идут на танцпол и шевелят шарнирами И друг на друга таращатся хищно они Кто-то кого-то успеет потрогать за талию Кто-то кому-то сумеет шепнуть телефон Если с рифмой я талии и гениталии Буду тогда не поэт я, а полный муклон С другом Серегой зашли мы в одно заведение Лучшие телки тусили вы не одни Вдруг подошла то ли девочка То ли видение Так ослепило, что сразу погасли огни Но вслед за девчонкой Валился амбал Он с первого взгляда нас типа задолбал Он сжимал ее талию огромной лапой И вся обслуга называла его папой Папа, ну зачем тебе она? Она тебе надоест в конце концов Папа, во все времена Дети ненавидят отцов Дети ненавидят отцов Девочка, 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 милая девочка Что тебе снится в ночи у него на плече? Разные глупости, разные бабские мелочи Туфельки, сумочки, платьицы, ну и вообще Если ты прыгнешь сейчас к нам с Серегой в объятия И на край света за мной и за ним побежишь Организуем тебе мы такие занятия Что без понтовой покажется прежняя жизнь Эй, папа, не хмурься Глазами не вращай Девчонка будет наша Ты так и знай Папа, ну зачем тебе она? Она тебе надоест в конце концов Папа, во все времена Дети ненавидят отцов Дети ненавидят отцов Папа, ну зачем тебе она? Она тебе надоест в конце концов Папа, во все времена Дети ненавидят отцов 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 Браво, тоже очень красивая песня Спасибо, что наполнили с такой красотой сегодня наша программа Две с половиной, да, у нас минуты остается? Не успеем мы тогда показать акулы пера Ну вот неблагодарное дело, Вадим, читать поэту стихи От другого поэта Но тем не менее, я резкую из Алматы пишет вам Евгений Алексеев Дивитесь, люди Степанцов Своей персоной молодецкой По возрасту из праотцов Компотовар с улыбкой детской Способен нацарапать хит И серой окрасить шуткой Казашки с именем Бахыт Ему обязаны раскруткой Документально психопат И даже жертва алкоголя Однажды был под стражу Взят ненормативности глаголя Звезда ценителем иным Такому боги вне закона И только образ Налеким ему извечная икона Литературный маньярист И преуспевший в деле этом Талант Но мыслями не чист А как иначе быть поэтом? Спасибо Спасибо Отлично В Казахстане еще Оказывается Остались прекрасные Люди Которые умеют Слагать рифмы Это безумно рад Вообще Казахстан люблю С детства И Очень импонирует то Что до сих пор Там русский язык Государственно образующий При том что Казахский не забыт Ирина из Омска Если будете очень краткий То успеете задать вопрос Ирина здравствуйте Добрый вечер Доброй ночи Доброй ночи Я попытаюсь быть краткой Хотя конечно Я бы с удовольствием Говорила долго и долго Комплименты вам Владимир в вашей программе Спасибо Безусловно вашим гостям Тем более Если учесть Что мое детство Прошло в Тельнограде Поэтому Практически земляки Вам Разумеется Огромное спасибо И за ваше творчество Одим и за все За все А на ваш вопрос Кратко При всем желании Не ответить Сами понимаете Уж больно он широк Но тем не менее Поскольку детство Прошло в Казахстане И я поэтому Знаю что там Происходило в 70-х годах Не по книжкам И не по наслышке Ведь нам же было Совершенно все равно Кто какой национальности Абсолютно И вот Даже В принципе Даже этот вопрос Не возникал Ага Спасибо вам большое Но в этом вы правы Тоже абсолютно да Вообще сегодня Казахстан такой сквозной Лейтмотивом таким Прошел через нашу программу Спасибо вам За то что пришли Сегодня в гости Через 30 секунд Мы выйдем из эфира Мы может быть не все успели спеть Поэтому приходите к нам Еще в гости пожалуйста И вы приходите На наши концерты Смотрите за рекламой За нашим сайтом Вот Отличная программа По-моему И здорово все получилось Спасибо Спасибо Вадим Степанцов И группа Бахит Компот Были у меня сегодня в гостях Буду ждать вас завтра Дорогие друзья Традиционно в 22 часа Всего хорошего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...